Слава Богу, вечерняя трансляция, навстречу Пасхе, 15 сегодня апреля. Аллилуйя, спасибо Господи, благослови, Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу нашему, приветствую всех, братья, сестры, всех приветствую из Киева, всех, кто подключается, во имя Господне. Слава Богу, минута остается последняя, начинаем трансляцию в 6 часов вечера, по киевскому времени. Эта трансляция сегодняшняя, вечерняя, как и предыдущая, посвящается Пасхе, приближающейся Пасхе. Спасибо, Господи, спасибо. Слава Богу, приветствую всех, братья, сестры, 6 часов вечера, по киевскому времени, начинаю прямой эфир на своем канале Ютуба. Вот, и я делаю такие включения, прямые эфиры утром, с утренней молитвы, в трансляции прямые. И вот вечером, вечерние трансляции, вот эти последние, я посвящаю приближающемуся празднику Пасхе. С сегодняшнего дня мы уже на финишной прямой. Сегодня 10-е Ниссана, вот, в библейском исчислении 10-е Ниссана, 3331 года от нашего исхода. От сотворения мира, 5779 год на дворе. Вот, по гражданскому исчислению сейчас вечер 15 апреля 2019 года. Вот, и в библейском исчислении завершается 10-е Ниссана, 10-е Авива. Это особенный день, я сегодня говорил об этом и на утренней молитве, вот, на утреннем эфире и днем, вот, записывая видео, которое уже опубликовал я на канале здесь Ютуба. Здесь на Волчьей горе, неподалеку, возле станции метро Дарница, там между Черниговской и Дарницей, Волчья гора, такая есть по улице Андрея Малышка, вот, и это такое историческое место, там Сосна Нестерова, там, как бы, это место такое было, раньше это было далеко за городом, вот, давно это уже в черте города. Вот, и, знаете, друзья, записывая там тоже видео, я говорил о сегодняшнем таком особенном дне, 10-е Ниссана. 10-е Ниссана, которое выпало сегодня, на, вот, в этом году, на 15 апреля, это день, тот самый день, когда 3331 год тому назад все уверовавшие Богу, поверившие Богу, поверившие Моисею, как посланнику Бога, евреи, да и многие неевреи, брали агонцев и заводили их в свои жилища, заводили их в свои дома. Тогда, 30331 год назад, этот день, 10-е Ниссана, был субботой, был шабатом, вот, и, конечно, для многих здесь евреев было искушение, вот, не послушаться, не поверить Моисею, как пророку Божьему, потому что, ну, в понимании, в сознании многих людей, как бы, это было, как, ну, как нарушение, что ли, получается. Вот, здесь у меня технически все немного зависает, ну, ничего, надеюсь, меня слышно и видно, вот, вот, и утром интернет лучше работает, насколько я вот понимаю, вот, под вечер, поэтому бывает, что зависает, не обессудьте, друзья, ничего страшного, если что, перезагрузите это видео, хорошо, вот эту трансляцию, если не трудно вам, вот, ну, и я пишу на видео, видео камеру, поэтому, чуть позже я выставлю это уже, перед самой Пасхой, я выставлю все эти видео на YouTube, вот, там будет уже без перебоев, без всех этих вещей, вот, и, знаете, друзья, вот с этого числа, с этого дня, с 10-го Ниссана, да, сегодня вечером уже начинается 11-е Ниссана, вот, но в Киеве у нас здесь сейчас хмарно, пасмурно, облачно, вот, если будут не знаю, ночи ясные, может, завтра, следующую ночь, может, может, сегодня еще распогодится, разъяснится, так вот, вот, то можно будет увидеть Луну уже, ну, довольно уже так, полную, еще не полнолуние, конечно, полнолуние Ниссана в этом году, Пасха, собственно, выпадает на 19-е и 20-е апреля, 14-е и 15-е Ниссана, это будут числа, так вот, уже 18-го апреля вечером мы уже проведем такое пасхальное собрание, служение, я не знаю, как получится ли сделать это, так вот, ну, и через интернет однозначно, братья, подключайтесь, хорошо, сестры, подключайтесь, вот, это будет именно как раз вот посвященное Пасхе, служение, вот, даже если не получится там на Кловской или где провести, то, или здесь в Соборе Христа, я не знаю, ну, посмотрим, вот, то, по крайней мере, здесь уже, или, может быть, в миссии, молодежь с миссии в библейской школе у них там на базе, возможно, потому что предварительно, как бы тоже было согласие их, но даже не то важно, где это будет проходить, самое главное, вот, что мы, вот, совершаем эту Пасху с благодарностью к Богу, вот, и с верой, надеждой и любовью, слава Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь, за все, спасибо, спасибо, Ночью, прошлой, мне снился сон, и голос мне во сне говорил, спрашивал меня, хочу ли я остановить войну, а я как раз молился о мире, молился о мире в стране, вот, в Украине, в частности, вот, и молился за Украину, Каждый день погибают ребята, девчата, и сироты, вдовы, все это страшно, конечно, очень, и уже пять лет война идет, и льется кровь, вот, и она такая необъявленная, вот, гибридная ее называют, необъявленная, гибридная, но от этого она не становится более доброй, нет, война есть война, это страшно, так, кровь, Боль, и, знаете, вот, голос спросил во сне, вот, я, ну, убежден был, что это Бог спрашивает меня, и он спрашивал, хочу ли я войну вот остановить, я, конечно, сказал, да, хочу, мне нужно слово, и он сказал, ты должен знать слово, знаете, есть, я проснулся в таком, таком духовном возбуждении, В таком, знаете, я стал понимать такую вещь, что в окопах, там, на линии фронта, значит, на линии огня, вот, война идет, это, действительно, это страшно, но, сама, как сказать, это, Самое главное сражение, одним словом, оно происходит не там, самое главное сражение происходит сейчас здесь, в молитве, вот, и есть слово шалом, есть слово мир, мир божий, вот, есть божье слово о мире, вот, и, знаете, в преддверии Пасхи, это очень, так вот, актуально, Господь освобождал рабов, и по-человечески им выйти из рабства было невозможно, даже если они устроили бы бунт огромный, какой-то там, да, и сотни тысяч поднялись бы, все как один, вот, там, в Израиле, в еврейском народе, вот, после, во время исхода, как раз, из рабства, вот, мужчин призывного возраста было 600 тысяч человек, то есть больше полмиллиона, если бы, допустим, все как один, вот, полмиллиона, больше полмиллиона, 600 тысяч мужчин взяли бы оружие, какое, ну, какое у рабов оружие, конечно, палки там всякие, рогатки всякие, вот, и они поднялись бы против эксплуататоров, против фараона, у них не было бы шансов, египетская армия просто-напросто их просто смяло бы, египетская армия, она была огромна, вот, и она была сильно вооружена, вот, она была, ну, в то время это была самая сильная армия на планете вообще, самая сильная армия на планете, и по человеку, она была очень организована сильно, вот, значит, хорошо, значит, и вооружена прекрасно, по тем временам, да, но, знаете, у рабов не было шансов обрести свободу, даже подняв вооруженное восстание, и, слава Богу, что Моисей, когда, вот, значит, он попытался, вот, так, как революционер, еще молодым человеком, да, в 40 лет, да, он был полон сил и здоровья, крепости, энергии, энтузиазма у него было полно, вот, и он убил египтянина одного, убил и закопал его, вот, но, слава Богу, у народа еврейского хватило, вот этого внутреннего, такого инстинкта самосохранения, да, и как революционера Моисея евреи отвергли, и он это понял, он это понял на другой день, когда ему это все наглядно сказали, показали, и он убежал, он убежал, и еще 40 лет был в пустынях, и уже в 80 лет, уже зрелым человеком, уже пожилым человеком, да, он получает откровение от Бога, в 80 лет, да, потому что в 40 лет он, принц египетский по воспитанию, пробудились в нем, гены, как говорится, да, пробудился в нем еврей, и он осознал, что это, что он еврей, он осознал это, и больше на таком национально-патриотическом таком чувстве, в этом порыве, как бы, да, он убивает это египтянина-надсмотрщика, который издевался над рабом, вот, и, знаете, он, наверное, видел, вот, шанс освобождения из рабства, именно такой, военный, вооруженный, но потом 40 лет изгнания, 40 лет в пустыне был пастухом, и уже помудрил, уже поумнел, уже опыта набрался, к 80 годам человек уже, ну, уже зрелый, уже сформировавшийся человек, уже, знаете ли, его уже, ну, скажу так, на Микини не проведешь, и, значит, не разведешь, и, значит, и вообще, как бы, он уже человек уже определенных взглядов, уже жизненной позиции своей, первых 40 лет своей жизни он вспоминал, конечно, свою молодость египетскую, но он уже жил совсем другой жизнью, и уже ему, как бы, вообще даже, как бы, это уже ничего не надо, никакая, никакая революция ему там, какой исход, вообще, как бы, о чем вы говорите, он мастерский пас овечек, вот, там, вот, у него, все нормально, но, знаете, при встрече с Богом, Моисей переживает чудо, и, если в 40 лет мы видим в Библии Моисея, такого революционера, да, желающего дать свободу своему народу, вот, путем, так, убийства, восстания, да, бунта, то 80-летнего, мы видим Моисея в Библии уже, другого человека совершенно, когда он пришел в Египет, уже с поручением от Бога, со словом, имея слово, послание от Бога, это была совершенно другая история, это был уже другой Моисей, совершенно, это был уже иной человек, и как он стал иным? Личная встреча с Господом, когда человек переживает личную встречу с Богом, это меняет его сущность, меняет его суть, меняет все в человеке, это действительно чудо, мы видим в жизни Моисея, духовное возрождение, рождение свыше, как мы говорим, рождение свыше, вот, задолго до Иисуса Христа в еврейском народе это понимание было всегда и есть, единственное, что Иисус в этом учении поставил себя, как действительно краеугольный камень, как основу вот этого духовного перерождения, рождение свыше, вот, и Моисей со словом от Бога, как важно иметь слово от Бога, послание от Бога, вот эта песня поется, мне так она нравится, мы ее каждую Пасху поем, let's my people go, отпусти мой народ, отпусти мой народ, фараон, а потом фараонс, то есть фараоны, то есть не только в то время команда была Бога, отпусти мой народ, но и сейчас, ко всем фараонам во все времена, в каждую эпоху, великий исход совершается из царства тьмы в царство света, и мы знаем, что в два тысячелетия уже совершается великий исход через кровь Иисуса Христа, и наше послание сегодня, наше оружие сегодня, наше воинствование, да, они не плотские, наше воинствование, они не против плоти или крови, наша война, наша брань сегодня, наша брань против духов злобы поднебесной, против мероправителей тьмы века сего, поэтому, дамы и господа, сегодня наше сражение не против человеков, а за человеков, за людей, и война страшна, обычно самое плохое, самое ужасное, что есть в человеке, все это поднимается, всплывает всякая гадость, но нам, молящимся о мире, надо иметь слово от Бога, послание от Господа, а слово от Бога, шалом, мир, мир, как не просто отсутствие войны, как у Толстого, да, вот война и мир, нет, а мир именно, как мир с Богом, примирение с Создателем, примирение с Богом, и когда Моисей, я снова хочу напомнить ту историю, сорокалетним молодым человеком, он когда, как революционер, он убил, он совершил убийство, он совершил убийство врага, да, заступился за свой народ, но это не был план Бога, и 80-летний Моисей уже, придя туда, в Египет, он уже не резал египтян, он не совершал такого, он имел послание от Господа, он имел послание, слово от Господа, отпусти мой народ, отпусти мой народ, слава Божьи говорил, и совершались чудеса, мы читаем о казнях египетских, страшные казни, и слава Богу, что не только среди евреев были здравомыслящие люди, понимающие кое-что, но и среди египтян, среди народов, проживавших там в Египте, были люди, которые понимали, что к чему, и когда, допустим, скотина погибала, да, то в поля египетские, некоторые уже язычники, они своих животных не выпускали, и тем самым сохранили им жизнь, это о чем говорит, что слава Богу, что и среди Гоев были, не только среди евреев, но и среди Гоев были люди здравомыслящие, которые прислушивались к словам Божьим, которые Моисей говорил, слава Богу, да, благоставляю, кто подключается сейчас, кто подключился, я здесь пока не имею возможности сейчас ответить, вот, кто подключился, не вижу даже, честно говоря, там вроде Настя написано было, Анастасия Дявго, ну, короче, я своих тоже благоставляю сейчас, кто подключился, кто подключается, благоставляю своих детей, свой род, свой дом, благоставляю, вот, вот, и как тогда, 3331 год назад, была кровь ягнят, кровь агнцев на косяках домов, сегодня на косяках наших домов кровь агнца Божьего Иисуса Христа, кровь агнца Божьего, великого агнца Иисуса Христа, праведника, она на косяках нашего разума, моего разума, моего сердца, моего подсознания, моего сознания, моей жизни, моего служения, и это моя, в этом моя победа, потому что мы побеждаем лукавого, как, словом и свидетельством своего, да, и кровью агнца, кровь агнца из слова, кровь из слова, вот, и это прекрасное сражение, когда побеждающий сам Бог, когда слава вся Ему достается, аллилуйя, аллилуйя, вот, а местописание я здесь обозначил тоже при трансляции, вот, от Матфея, 26 глава, 64 стих, вот, меня сегодня, я сегодня пересматривал, значит, служение, сейчас здесь, в ней не записано, не сохранилось, к сожалению, не сохранилось, ну ладно, вот, и текст иврита, меня очень сильно, вообще, текст библейский меня очень сильно заволновал, вот, Иисус, он первосвященник, да, первосвященник, но на самом деле, в Библии он называется Иисус Христос первосвященником, ходатаем Нового Завета, великим священником, вот, и стоп, а когда он принял священническое, вот это вот свое помазание-то, священническое, и действительно, ведь в еврейской традиции, да, Иоханан погружающий, да, ну, Иоанн Креститель по-русски, Иоанн Креститель, так вот, он на Иордане, он же из рода первосвященников, по сути, он должен был бы быть священником и первосвященником, но из-за того, что в храме уже, вот эта религиозная, мафиозная, коррумпированная структура, клещами своими, как бы, значит, как спрут, опутала все, вот, Саддукеи, в основном, там, всем балом правили, и это была отступническая, такая религиозная, мафиозная, коррумпированная структура, вот, которую Иисус очень жестко обличал, именно в лицемерии, обличал именно в продажности, в лицемерии, вот, и даже своих учеников он умолял оберегаться, оберегаться, остерегаться закваски фарисейской, Саддукейской и Иродовой, вот, я сегодня утром упоминал об этом уже, да, кто подключался, фарисейская закваска, это, мы должны понимать, что, о чем идет речь, от чего нас Господь предохранял, да, предостерегал, значит, чтобы мы предохранялись, чтобы мы береглись этой закваски, фарисейская закваска, это закваска религиозного лицемерия, это чисто религиозная закваска, вот, Саддукейская, это религиозно-политическая закваска, вот, Сазарепапизм, Папроцессоризм и все эти вот штучки, вот, значит, а Иродова закваска, это чисто политическая закваска, и то, и другое, третье, оно действительно убивает народ Божий, вот, и в истории христианства примеров более чем достаточно, у нас эфира не хватит, чтобы вот сейчас все это рассказывать, но вот кому интересно, по истории христианства семинары мы послушайте, где я рассказываю, как раз, о цезарепопизме, я думаю, что об этом надо отдельно даже записать, наверное, видео, вот, потому что у меня все, к сожалению, все как-то так не систематизировано здесь, а все как есть, вот, как вот был семинар, я так его и загружаю, а надо как-то его разбивать на части, наверное, чтобы было по темам, так искать и проще самому даже, значит, и рекомендовать кому-то проще, вот, Господь, да, благословит, вот, тоже молитесь об этом, хорошо, братья, сестры, вот, чтобы и здесь, когда в Украине я и в России тружусь, значит, чтобы вот, ну, нужна, одним словом, нужна есть большая работа в этом отношении, вот, тоже хочу записывать новые семинары такие, по истории христианства, по истории церкви, вот, даст Бог, в России запишу, как раз, вот, в ближайшее время уже в Петербурге, в Москве запишу новые семинары, это уже будет уже начало мая, получается, май, июнь, то есть, планирую в Москве, в Петербурге и на Урале, в Сибири, в Дальнем Востоке, то есть, как бы, Господь даст, хотел снова проехаться от океана до океана, значит, от Калининграда, значит, Петербурга и, значит, и до Владивостока, находки Сахалина, Якутии, снова проехаться в большой поездке такой, миссионерской, поддержите молитвы, хорошо, друзья, тоже и на Кавказе послужить, то есть, за буквально, там, два-три месяца, ну, планы огромные, вот, Господь да благословит, вот, вот, и молюсь тоже, чтобы успеть записать вот эти семинары, как раз, новые семинары по темам, так вот, из истории церкви видим, что именно цезарепапизм, вот это вот, подчинение государству, или папа-цессаризм, когда попытка религиозного манипуляции, контроля над государством, вот, из этого рождались просто-напросто ужасные явления в истории христианства, по сути, и многобожий, и идолопоклонство, и религиозный оккультизм, и многие другие всякие измы, в церкви рождались именно благодаря ярко выраженному политическому заказу, как раз, вот, именно, то есть, то, о чем Иисус говорил, предостерегаться нам, да, беречься, вот, к сожалению, церковь этого не услышала, вот, и исполнились самые страшные, в том числе, библейские пророчества, вот эти, да, значит, пророчества Иисуса о царстве своем, где он говорил, к примеру, о женщине, взявшей закваску и бросившей в три меры муки, пока все не вскисло, и действительно, метастазы греха этого, и закваска порока и лукавства, как Павел пишет, вот, она распространилась по всему телу Христовому, вот, особенно активно начала распространяться в четвертом столетии, вот, и потом в эпоху великой деформации, деградации мирового христианства, такую тысячелетнюю эпоху деформации, но, слава Богу, пять столетий назад началась постепенно, вот, такая эпоха постепенной реформации, обновления мирового христианства, очищения старой закваски, слава Богу, потому что Пасха наша, Христос, закон за нас, поэтому, действительно, опреснок это знак чистоты и истины, слава тебе Господь, слава тебе Господь, да, братья и сестры, сегодня вечером, да, уже начинается 11 Ниссана, вот, в преддверии Пасхи, в ожидании Пасхи, в эти дни прибираем квартиры свои, дома и приготовляем жилища свои, но, в первую очередь, конечно, свои сердца к этому празднику праздников, да, спасибо тебе Господь, спасибо, и сегодня, конечно, вот, наступает тоже 11 Ниссана, сегодня я хочу помолиться, вот, вот, как вот Иисус говорил, да, вот, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных, вот, и Иоханан, погружающий, да, Иоанн Креститель, он из рода священников, как такой, ну, неформальный первосвященник, такой, будем договорить, как вот, и была РПЦ в советское время, а была ИПЦ, истинная православная церковь, катакомбная, вот, вот, как бы, если можно так сравнить, вот, Иоанн Креститель, это как вот катакомбник, вот, Саддукея, это как вот РПЦ, это, как бы, ну, тогдашняя, вот, такая религиозная, мафиозная, коррумпированная структура религиозная, вот, которая полностью продалась и римским оккупантам, и своим олигархам, значит, с потрохами, вот, и Иисус, как бы, у, неформального патриарха, будем так говорить, принял это благоставение, вот, при погружении своем, да, значит, на Иордане, вот, а другой эпизод описан, интересный, написан у Матфея в 26 главе, когда первосвященник спрашивает, ты ли Христос, да, сын благоставенного, он заклял Богом, заклиная Богом тебя, скажи, и он сказал, да, это я, и отныне увидите сына человеческого, и у первосвященника разрывает свои одежды, объявляет это богохульством, вообще первосвященник не имел права разрывать одежды, он разрывал одежду только лишь в знак либо великой скорби, либо объявлять богохульством, вот, в этом случае он, но, но, если первосвященник не прав, и обвинение его ложно, то есть, он обвинил в богохульстве кого-то, да, из служителей, допустим, да, и это обвинение ложно, то тогда первосвященник лишается своего сана, лишается своего достоинства, его достоинство переходит на того, кого он обвинял, из служителей, вот, значит, но если он прав, и действительно было богохульство, то тогда, да, тогда это его разрывание одежды было законным и неподсудным, наоборот, даже это было очень памятным таким событием, так вот, в этом случае первосвященник, сам того не понимая, может быть, даже, он передает первосвященство сыну человеческому Иисусу Христу, священнику настоящему, неформального теперь и формальное священство передается Иисусу Христу, то есть, Иисус Христос, он действительно настоящий законный первосвященник, даже согласно нормам иудаизма, во-первых, от Иоанна погружающего, от Иоанна Крестителя, такого возгнания священника истинного, не прогнувшегося, не прогибающегося под изменчивый мир, как говорится, да, вот, а во-вторых, Иоанн получается от первосвященника, который обвиняет его ложно в богохульстве, это не было богохульством, вот, он разрывает одежды, и в таком случае его первосвященство переходит до юре, переходит, значит, на обвиняемого, то есть на Иисуса, как действительно настоящего священника, и первосвященника теперь уже, вот, так что, вот, довольно интересно, хотя первосвященником земным, получается, Иисус был всего лишь несколько часов, вот, но, войдя со своей кровью уже, воскликнув, да, значит, совершилось, он умер на кресте, его кровь проистекла вся, да, и со своей кровью он, как великий первосвященник, вошел в небесное святилище, не земное уже, а небесное святилище, и хотя земным первосвященником он был всего лишь, ну, до юра нескольких часов, но великим первосвященником на небесах предотцом, он является уже два тысячелетия без малого, два тысячелетия, почти два тысячелетия, скоро будет уже два тысячелетия, дамы и господа, В 30-м году уже исполнится два тысячелетия его первосвященства. И он 24 часа в сутки, 7 дней в неделю ходатайствует за весь этот мир со своей драгоценной кровью. Его кровь Христа, кровь Иисуса Христа, она омывает от всякого греха всех приходящих к Богу. Аллилуйя. Сегодня я хочу принять причастие. У меня здесь шотти. Это кавказский хлеб. Я сегодня зашел здесь в одну лавку, где в тандыре выпекают шотти. Вот такой хлеб у меня. Я принимаю причастие сегодня таким кавказским хлебом. И как раз молюсь за Кавказ, молюсь за народы Кавказа. И вот у меня будет как раз и причастие такое кавказское сегодня. Благословен Господь Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб с небес, хлеб с неба, сына человеческого и сына Божьего, агонца своего, отдав на распятие. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Святой. Благодарю Тебя. Спасибо Тебя, Господь. Спасибо. 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 Я все тебя, Господь, я благодарю. Ты искупил от смерти душу мою. Аллилуйя. Да, хлеб из танвера так называется, да. Но самое главное, да, спасибо Богу за хлеб, наш земной хлеб, насущный наш хлеб, который мы вкушаем, да. Но наипаче благодарим его за хлеб небесный, за Иисуса Христа, Спасителя нашего Господа, за нашего Искупителя. Слава Богу. И также, поднимая бокал, чашу эту, я благодарю Бога и за лозу земную, и за лозу небесную. О, великий виноградарь, Бог святой, Отец мой, Отец наш, сущий на небесах, и Царь наш, и Бог наш, да святится имя Твое, Егова, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство, ибо Твое, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Благодарю Тебя за лозу земную. Благословен Ты Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благодарю Тебя, Господь, Боже. Это прекрасно, что мы имеем, Боже, на столе плод виноградной лозы, но наипаче благодарю Тебя за лозу небесную, которая есть Сын Твой, Спаситель Иисус Христос. Благодарю Тебя за лозу небесную, за кровь святую Сына Человеческого и Сына Божьего. Боже всемогущий, благословен Ты. Аминь. Аминь. И, вкушая хлеб, виноградный сок и хлеб, казалось бы, ну, это простые образы. Но я принимаю не просто образы, а принимаю тело и кровь моего Господа Иисуса Христа. Потому что мы с Ним одной кровью, одним телом являемся. Шалом, Сережа, привет тебе всем, кто смотрит тебя. Да, Инночка, всем. Ой, принимайте тоже причастие. Вот, и благоставляю в этом причастие сейчас тоже. Я как священник, как муж, принимая причастие, я молюсь о том, чтобы кровь Иисуса Христа, нашего Спасителя, Господа нашего, была на нашем доме, на нашем с тобой доме, на наших детях, внуках, на всем нашем. И благоставляю ваши семьи и все, братья, сестры, кто подключился, кто смотрит или кто потом в записи будет смотреть. Принимайте причастие в простоте сердца, преломляя хлеб, евангельски, рассуждая о крови и теле Христа Иисуса. Каким образом рассуждая? Смерть Господню возвещая. Смерть Господню возвещая. Это есть Евангелие, благая весть для всего истрадавшегося мира. Спасибо Тебе, Господь. Она в следующем заключается. Кровью Иисуса Христа, телом ломимым Его, я спасен навеки, навсегда, навсегда, навсегда. Я исцелен кровью Иисуса Христа, навсегда, навсегда, навсегда. Я прощен навсегда, навсегда, навсегда. Я благоставлен навсегда, навсегда, навсегда. И ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашему. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Евангелие, Царство Божьего. Смерть Господню возвещаем. Аминь. Аминь. Тело Христово примите. Источника бессмертного вкусите. Аминь. 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 Благословен Бог наш, Царь Вселенной, спасший нас. Благодарю Тебя, Господь, за спасение Твое. Дар Твой. Вечной жизни дар. Во Христе Иисусе, Господе нашим. Благословен, благословен, Господь, отныне и вовек. Аминь. 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 Благодарю Тебя за этот вечер. В завершении 10-го Ниссана, начало уже 11-го числа Ниссана, приближается Пасха. Приближается Пасха календарная. Но наша Пасха, это Сын Твой, Спаситель наш Иисус Христос, закланный за нас. И мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. И мы восклицаем, гряди, Господи Иисусе, возвращайся, приходи. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Благословен, Царь наш. Аминь. Благословляю Вас, братья и сестры. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя. И даст Тебе мир. Благословение. 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 Иисус 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 И Бог патриархов и пророков, Отец наш, Бог и Царь, благословит сегодня всех нас. Аминь, аминь. Благоставляю всех вас. В 6 утра подключайтесь, друзья. Был вечер и будет утро. День уже следующий. Да, с наступившим уже 11 числом месяца Ниссан, 5779 года о сотворении мира. От нашего исхода 3331 года. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. За Голгофу, за кровь.